Первое, я могу сказать, что у меня папа, во-первых, фитнес-тренер, поэтому я от него, наверное, и начал любить всю вот эту работу, но когда вот по завершению уже карьеры в Румынии у нас пришел один очень хороший фитнес-тренер испанский, и вот у него я полюбил реально даже вот все какие-то беговые работы, которые он нам давал, потому что все было там с мячом, и вот я начал очень сильно интересоваться уже этим, и по завершению я, конечно, не ожидал, что карьера, она так быстро закончится, но из-за травмы пришлось все заканчивать, и надо было чем-то заниматься, и поэтому, когда пошел на курсы, мне, опять же, больше импонировала вот эта работа, чем техника тактическая, но не то, что там я не понимаю, но больше вот к этому пришел, и, конечно, я свою работу очень сильно люблю, уже работаю шестой год, успел поработать и в сборной Молдавии, в Милсами, один клуб с Молдавского чемпионата, хороший клуб на то время, потом в Румынском чемпионате в поле я аж поработал два года, потом год здесь в Арарате, вы уже знаете, и вот уже пришел в НОА покорять, снова уже покорять новые вершины. Я скажу, что, во-первых, этот компонент, наверное, один из самых важных, потому что зря ты умеешь остановить мяч на грудь очень хорошо, или ты очень техничный, если ты, допустим, не бежишь, и у тебя нет сил на поле. Один из самых важных компонентов, и вообще сейчас получается тенденция такая, что фитнес-тренер один из самых важных персон в клубе, вот после главного тренера, который уделяет именно непосредственно вот к этому внимание, и вообще функциональное состояние команды, если оно хорошее, то и по-другому вообще выглядит команда на поле. Здесь, в Армении, я уже по первому году убедился, что тут особо не работали вообще вот в этом направлении. Единственное, с кем я тут успел поговорить, это с тренером по фитнесу из Пьюника, который мы так на одной волне были, да, то, что мы общались там, и мне понравилось, что как он видит все, и вот остальные команды особо у них и не было, даже и в НОА не было фитнес-тренера, вот и Санычу нужно было работать как-то вот импровизируемую самому вот функционально подготовку команды, но это очень такое более глобальное, да, не просто там взял и вот мы бежим по кругу или как-то что-то делаем, нет, это все нужно создавать планы, не только недельные, там помесячные даже и годовые, которые вот приводят к тому, что твоя команда выглядит так, как вот нам хочется, тренерскую штабу. И то, что я вот увидел на данном этапе, мне не сказать, что не понравилось, но есть над чем поработать, и мы будем двигаться вот в этом направлении, и я очень рад, что и главный тренер очень, вот мы тоже вот видим, ну, видим как бы в одном направлении нашу команду, и это вот меня радует, что мы понимаем друг друга, и вот будем работать так, чтобы наша команда бы выглядела очень хорошо именно по фитнесу. Но, опять же, не нужно убирать то, что вот в прошлом году они сделали, очень-очень много хорошего, команду подняли, тренерский штаб, я только пришел еще чуть помочь, чтобы, может быть, мы взяли чемпионство в этом году, почему нет. Можно чуть рассказать, опять же, это не просто командное все, это индивидуальное, у них будут уже там свои индивидуальные работы, которые будут висеть в раздевалке, там индивидуальные, там тот же превеншн тренинг, который тут очень мало уделяется внимания вообще в армянском чемпионате, не говорю про но. Но они делали, и это очень хорошо, потому что мы общались с Анычем даже на, мы же учимся на одной лицензии, мы общались очень много на эту, на эту тему, и, ну, команда это делала в прошлом году, в прошлом году. Но сейчас уже у них все это будет висеть в раздевалке, они все это будут делать, это то, что касается индивидуального. Конечно, у нас есть, будут и травмированные, потому что футбол и контактный вид спорта, и без этого никак. Будем с ними тоже индивидуально работать, но, в общем, вся функциональная подготовка, она зависит не только от нас, и оно должно исходить и от игроков, и то, что мне, опять же, понравилось. Я с ними уже успел со всеми пообщаться, им все это интересно, им хочется работать, хочется выйти на другой уровень. И меня, конечно, меня это только радует, и я готов им помочь. Но то, что касается индивидуального, оно будет, потому что вообще в футболе, вообще профессиональный футболист, он не может быть очень хорошим на хорошем уровне только одной тренировкой. Всегда нужно уделять внимание второй тренировке, и это не идет речь о двухчасовой какой-то тренировке, а просто там 30-45 минут в день дополнительно поработать на те качества, которые им не хватает. Потому что есть футболисты, которые не нравятся работать на те качества, которые у них нет, и работают в комфортной зоне, где они себя чувствуют. На прессик, на прессик поработаем, где у них хорошо. И я вот это хочу чуть-чуть поменять, чтобы всех поднести в каком-то балансе, чтобы мы могли быть хорошей топовой командой. И вот не только в армянском чемпионате, но вот в Европе, как они сейчас сыграли с Кайратом, почувствовали чуть другой уровень. Вот когда в следующем году выйдем на этот уровень, я думаю, уже будет все по-другому. Да, я скажу тут очень важный момент. Чемпионат был очень длинным и для Ноа, и для Арарата Армении. Мы в Ноа сыграли самые большие матчи, как и Арарата Армения. И пауза была только пять дней. И, конечно, усталость, она говорит за себя, и это чувствуется. И даже как бы не хотели это, тут даже не в дело в функциональной подготовке. Тут просто футболисты не успели отдохнуть хорошо, восстановить свои силы, мышцы. И даже на психологическом уровне тоже не смогли восстановиться. Потому что все эти эмоции, все эти финалы, они очень сильно давят на футболистов. Всегда на них есть давление со стороны тренерского штаба. Но это в позитивном смысле и от руководства. Поэтому с них всегда требуется результат. И пять дней, по моему мнению, это очень мало, то, что они отдохнули. И сейчас мы пытаемся их чуть морально поднять, потому что это немаловажный компонент. Плюс уже функциональный, который, опять же, я уже не буду повторяться, будем работать. И, ребята, то, что вижу от них, мне это нравится. Они стараются все и очень внимательно относятся и концентрация. У них концентрация очень хорошая на тренировках. И это мне очень сильно нравится. И я думаю, что у нас все впереди и все хорошие моменты будут у нас впереди. Для меня они... С тем, что есть. Я вам честно говорю, я всегда где работал. Для меня любой игрок очень важен в этой команде. Играет он в составе или он играет, или он на замене. Все равно приходит время, когда он должен выходить на поле, даже если он не вышел в пару игр, и он должен доказывать. Все зависит от каждого игрока. Тренер тебе доверяет, ты вышел на поле, доказал, и тогда вопросов нет. Ты выходишь и играешь в следующий матч. Ни один тренер, я думаю, в этом мире не поставит слабее игроков, или наоборот, сильнее будет стоять на банке. Нет, сидеть на банке. Поэтому, я думаю, все зависит от них. Банка неплохая, игроки неплохие. Конечно, нам хочется топовых игроков, но пока нет возможности у клуба приобрести каких-то топовых игроков, работаем с кем у нас есть. Но, опять же, рост у них очень большой. За прошлый год, я помню, я был в Арарате, и мы играли первый матч снова в Найри. Получилось, что мы со вторым составом играли, потому что у нас были матчи в Европе. Мы как-то легко выиграли 2-1, мне так показалось. Легко выиграли, не напрягаясь особо. Я думал, сколько работы будет у Саныча в том году. И рост этой команды, мы уже все знают, что они выиграли и кубок, и суперкубок, и бились за чемпионство до последнего матча. Поэтому тут видна их работа. Видна даже работа игроков, которые очень сильно прибавились за этот год. И я думаю, вот этот год, который мы сейчас будем играть в этом чемпионате, я думаю, эта команда покажет еще зубы 100% и будет биться за первые места. И я уверен.